Встреча с Черноморским флотом Вершилась во славу России, во имя России. Так было с момента его основания, и так будет всегда. После рескрипта Екатерины Великой о присоединении Крыма к России началось укрепление южных границ империи. 13 мая 1783 года в Ахтярскую бухту вошли боевые корабли Азовской флотилии под командованием героя Чесмы, вице-адмирала Федота Клокачева. С того времени морские силы на юге России и ведут свою историю. Если посмотреть на Крым, Крым обладает геостратегическим положением. Тот, кто обладает Крымом, обладает Черным морем. Наверное, не только Черным морем, а очень значительный фактор решения задач в Средиземном море. Ведь это освоение Крыма, освоение Черного моря этого региона шло очень тяжело и трудно. Ведь даже у такого государственного деятеля, как у Потемкина, у него были минуты отчаяния, когда он хотел, когда были болезни, чума, постоянная борьба с теми, кто не желал освоения Крыма и прихода сюда России. У него было в беседе с империатрицей слова, а не стоит ли нам покинуть Крым. На что она ему сказала, вскочившие на коня за хвост держаться больше не будет. И то, что было сделано, сделано государственного масштаба работы. Севастополь был основан как главная база Черноморского флота и крепость России на Черном море. Создание его означало окончательное утверждение государства на южном направлении и дальнейшее укрепление империи, как великой морской державы. Императрица Екатерина II пожелала лично увидеть Тавриду, а самое главное, Черноморский флот. В январе 1787 года она в окружении блестящей свиты иностранных принцев и послов, высших сановников государства, австрийского императора Иосифа II, отправилась с санным поездом в Крым. Путешествие должно было продемонстрировать Европе процветающий край и военную мощь Черноморского флота. Прибыв на Инкерманские высоты, гости увидели Ахтярскую бухту и 46 боевых кораблей молодого Черноморского флота. Иностранцы были потрясены. Все восемь бухт Севастополя лежали перед ними. Планировка города была идеальной. Я бы еще хотел одну деталь подчеркнуть в деятельности Потемкина. Он умел подбирать людей. Ведь подобрать сюда Федора Федоровича Ушакова, беспримерного героя-моряка, оказавшегося великим флотоводцем, как его иногда называют, флотовождем, это гениальная способность находить людей, которые тебе помогают в решении этих вопросов. Как сказал поэт, изучив биографию Ушакова, Нахимова, Лазарева, поэт Борис Пастернак, «Вся жизнь их подвиг неустанный, они, не пожалев сердец, блистают темой для романа и дали чести образец». Вот чести образец Черноморский флот в лице своих выдающихся сынов показал всей России. В истории знаменательна дата 1788 год. Первая победа Черноморского флота и связана она с именем Ушакова. Севастопольская эскадра одержала блистательную викторию у острова Федонисий. Империя рукоплескала своему молодому флоту. Во флагманском журнале Ушаков записал, во все оное время ни одно и малейшее судно не потеряно и в руки неприятеля из оного флота ни один человек не достался. Федонисий, Тендра, Калиакрия, славные виктории Черноморского флота без слов говорили о том, что у России на юге есть достойная защита и никому не следует забывать об этом. Из всех сражений, в которых принимала участие Средиземноморская эскадра под командованием Федора Ушакова, по мнению историков, самым ярким был штурм Корфу. Одна из старейших крепостей Европы она ни разу не была взята, считалась неприступной. Тем не менее, Корфу покорилась храбростью военному искусству эскадры Ушакова. Бессмертный подвиг совершил 26 мая 1829 года экипаж Брига Меркурий под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского. Моряки вступили в неравный бой с турецкими линейными кораблями. Экипаж Меркурия остался верным Петровскому уставу. Брик не спустил флага перед превосходящими силами противника и вышел из боя с победой. Год 1832. Участник трех кругосветок, один из первооткрывателей от Антарктиды, герой Новоринского сражения, адмирал Михаил Лазарев, назначен начальником штаба Черноморского флота. Он возродил лучшие традиции Ушакова и Синявина, лично следил за строительством кораблей, при Лазареве было построено более 120 боевых единиц и судов. Под его руководством Черноморский флот стал одним из лучших парусных флотов в Европе. Он сплотил вокруг себя талантливых, любящих морское дело офицеров, воспитал будущих героев Севастополя, Нахимова, Корнилова и многих других. Восточная война 1853-1856 года вошла в мировую историю как самая кровопролитная и парадоксальная битва 19 века. Против России в ней приняли участие все ведущие государства той эпохи Великобритания, Франция, Османская империя и Сардинское королевство. Театром военных действий были Балканы и Балтика, Белые, Баренцевы моря, Тихий океан, Кавказ и Черное море, но главные сражения проходили в Севастополе и Крыму. Поэтому война больше известна под названием Крымской. Именно здесь, в главной базе Черноморского флота, произошли события, имевшие далеко идущие последствия для всех участников той страшной эпопеи. 14 сентября 1853 года Турция объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией. Некоторые историки ищут причины войны в Синопском сражении. Турецкий флот был разгромлен эскадрой под командованием Нахимова в течение нескольких часов. Османская империя лишилась не только своих лучших кораблей, но и береговой артиллерии. В числе пленных оказался вице-адмирал вражеского флота Осман-Паша. Севастополь оказал в своей эскадре восторженный прием. Корнилов об этом сражении писал «Битва славная, высшечесма и наварина. Ура Нахимову!» Лазарев радуется своему ученику. Успех Синопа ускорил разрыв дипломатических отношений Англии и Франции с Россией. Вражеский флот вышел в Черное море. На внешнем рейде Севастополя враг показался в апреле 1854 года. Когда стал ясен исход битвы при Альме, военный совет принял решение затопить часть кораблей Черноморского флота с тем, чтобы закрыть неприятелю вход на рейд и использовать экипаж этих судов для сухопутной обороны. Корабли Черноморского флота легли на дно Севастопольской бухты. Крымская война выдвинула целую плеяду военачальников, которые одно имя ярче другого. Адмиралы Нахимов, Истомин, Корнилов, генералы Татлебин, Васильчиков, Хрулев и многие-многие другие. Неувидающей славой покрыли себя все защитники от матроса до адмирала. Закончилась 349-дневная оборона, в результате которой Севастополь был назван «Новой Троей». Потому что в новейшей истории подобных примеров нет. Никогда ни один город не оборонялся целый год. Согласно Парижскому мирному договору, России было запрещено иметь флот на Черном море и только после подписания Лондонской конвенции о проливах в 1871 году Россия вновь получила право иметь на Черном море флот и строить арсеналы. Именно в то время родилась, пожалуй, самая главная традиция Севастополя и Черноморского флота. Один почти стертый с лица земли, а второй затопленный и уничтоженный войной. Вместе они возродились вновь. Так было, есть и будет всегда. Окончательно флот был восстановлен только к началу 20 века, но и здесь исторические потрясения не обошли его стороной. Восстание на броненосце Потемкин и крейсере «Очака». Расстрел демонстраций, а несколько позже революция и гражданская война. Шесть раз Севастополь переходил из рук в руки. Он был последним городом, принадлежавшим Белой армии. Отсюда в ноябре 1920 года уходили последние корабли в Константинополь. Тогда Россия во второй раз потеряла Черноморский флот. Часть кораблей была затоплена в Цемицкой бухте Новороссийска, а часть ушла во французскую Безерту. Великая трагедия великого народа. Революция, гражданская война переломали многие людские судьбы, разрушили многовековую державу. Наверное, и 10 сусим не нанесли бы России такого урона. Пожар между усобицей фактически уничтожил Черноморский флот. Возрождение рабоче-крестьянского Красного флота началось сразу после Гражданской войны. С созданием Эпрона начинается подъем затопленных кораблей. Достраиваются боевые единицы, заложенные еще до революции. В первом был восстановлен крейсер «Память Меркурия», переименованный в Коминтерном, стал флагманом Красного Черноморского флота. Одна за другой вступают в строй 30-е и 35-е береговые батареи. Приходят новые лидеры, эсминцы, подводные лодки. Боевой состав сил Черного моря значительно окреп, что дает Клименту Ворошилову возможность заявить, флот в настоящее время представляет собой мощную организованную силу. Накануне Великой Отечественной войны в составе Черноморского флота было до 200 кораблей различных классов и свыше 600 самолетов всех типов. Флот встретил врага во всеоружии. Сам город, его население, которое к тому времени насчитывало свыше 100 тысяч человек, его промышленность также были подчинены интересам и задачам флота. Все это учитывалось фашистами при планировании нападения на Советский Союз. Высокая боевая готовность черноморцев сорвала покупку врага, вывести из строя основные силы флота в первые дни войны. Фашисты бомбили Севастополь уже в ночь с 21 на 22 июня 1941 года. Гитлер понимал, что Крым – удобный флацдарм для нападения на Кавказ. Чтобы захватить Тавриду, необходимо уничтожить Черноморский флот. Черноморский флот активно участвовал в Одесской и Севастопольской оборонах в битве за Кавказ. Черноморцы освобождали Крым, Николаев, Одессу и участвовали в Яско-Кишиневской операции. После освобождения Севастополь встречал свою овейную славоэскадру, которая возвращалась в родную базу по проложенным среди минных полей фарватером. В первом Севастопольскую бухту вошел легендарный крейсер «Красный Крым». Всего за годы войны на Черноморском флоте свыше 200 моряков было удостоено звания Героя Советского Союза. За боевые заслуги указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 года Черноморский флот был награжден Орденом Красного Знамени. Только отгремели орудийные залпы Второй мировой, а мир замер в ожидании угрозы Третьей – атомной. Армии и флоту срочно требовалось перевооружение. На флот начинают поступать новые дизель-электрические подводные лодки, именуемые американцами «Виски». Одна из таких субмарин совершила первый в мире месячный поход в подводном положении. Вступают в строй легкие крейсеры, такие как Михаил Кутузов, занесенный в мировые каталоги ЮНЕСКО как шедевр кораблестроительного искусства. На вооружение поступили самонаводящиеся акустические торпеды. В 50-х годах начинается строительство океанского ракетно-ядерного флота. На крейсере «Адмирал Нахимов» были установлены первые опытные образцы ракетного вооружения. В 1957 году впервые на кораблях флота произведены ракетные стрельбы. На крейсере «Михаил Кутузов» проводится испытание первого корабельного вертолета К-15. В 1961 году мировой рекорд скорости устанавливает реактивный гидросамолет. Постоянно проводятся испытания новой техники. С 1962 года Черноморский флот несет боевую службу в Средиземном море. Обширная география дальних походов. Боевая служба – школа боевой выучки моряков. На счету черноморцев их сотни. Губа, Персидский залив, Красное море. Мне очень близки все действия Черноморского флота именно в этот период, когда наш флот креп, рос, был по-настоящему могучим и авторитетным во всем мире и активно плавал в Средиземном море наравне с американцами, не уступая им ни в чем. К середине 80-х Черноморский флот достиг апогея своего развития. По своей мощи он в два с половиной раза превосходил турецкий и господствовал на Черном море, а Крым, где базировались главные силы флота и ВВС, называли непотопляемым авианосцем. Маневры были, учения были. А маневры были такие, что под флагом командующего, большой противолодочный корабль «Керчь» вышли на учение «Щит-82». В составе ордера 104 корабля и судна, до 600 самолетов вылетов и подводных лодок до 30. Вот что такое тогда было. Подводными лодками мы могли делать три завесы. Как говорят, и трижды противник не мог их пройти, эти завесы подводных лодок. Надводные корабли новые, современные, переходили уже на корабли второго поколения. А стрельбу на учениях выполняли ордером из надводных кораблей по девяти ракет-мишеням, находящимся одновременно в воздухе с разных сторон. Сложным для Черноморского флота стал период 90-х, который вошел в историю под названием «Эпохи флота раздела». Огромного государства в одночасье не стало, и именно Черноморский флот остался тем небольшим осколком некогда могучей державы. Он еще долгое время, вплоть до 1997 года, нёс службу под военно-морским флагом уже не существующего тогда Советского Союза. Боевая служба в Средиземном море, а затем и в других районах Мирового океана практически была прекращена, корабли встали у причалов. Черноморский флот тяжело-болезненно пережил свой раздел. Но, как уже бывало в его истории, выстоял. Началась эра его возрождения. Корабли устремились в море. Несмотря на объективные трудности, боевая учеба на флоте не прекращалась. Участие в маневрах «Бриз-94», «Фарватер мира-97», «Сибриз-98», эвакуация беженцев из зоны конфликта в Абхазии. В 1999 году десантные корабли принимали участие в перевозке российских миротворцев в греческие салонники для решения задач на территории бывшей Югославии. За годы реформ на флоте удалось сохранить главное – кадровый костяк и не потерять боеспособности. Интенсивность значительно растет в выходах в море. Мы проводили анализ. Получается, в 2012 году наплаванность на уровне 1988-1989 годов. То есть тогда, когда было максимально интенсивное использование силы. Ежегодно корабли Черноморского флота совершают визиты в порты Франции, Португалии, Италии, Турции, Болгарии, Румынии и Туниса, походы к берегам в Сирии и в Греческую республику. Традиционно российские моряки принимают участие в общественном форуме «Русская неделя на Хорфу» и праздновании очередной годовщины Новоринского сражения, в котором Россия, Великобритания и Франция одержали победу над турецко-египетским флотом. С 2003 года из плавания в акватории Средиземноморья флот вышел на океанский простор, с честью продемонстрировав Андреевский флаг в портах Йемена, Индии и Египта. В совместных российско-индийских маневрах «Индра-2003» приняли участие гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевые корабли «Путливый и Сметливый» большой десантный корабль «Цезарь-Кунников». Флот снова вернулся в Мировой океан. Характер выполнения моих задач, он очень многообразен. От участия в совместных международных учениях, в частности, такие учения, как ИОНИКС, совместные российско-итальянские учения, до выполнения специальных задач по обеспечению безопасности судоходства, обеспечения действия других сил флота в дальней морской зоне. И надо отметить, что все эти задачи решались всегда с высокой оценкой и успешно. В 2003 году корабли под флагом командующего Черноморским флотом в составе крейсера «Москва» из сторожевого корабля «Сметливый» выполнили задачи боевой службы, осуществили официальные визиты в порты Итальянской республики, деловой заход в греческие «Патры». В порту Ла-Мадалена флагман Черноморского флота посетили президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвию Берлускони. Огромный вклад в общее дело, в выполнение задач вносят корабли, бригады десантных кораблей. Это и эвакуация беженцев из различных зон конфликтов, перевозка гуманитарной помощи, боезапаса, техники и людей. За последние 5-7 лет соединения и корабли соединения очень много ходили в море, решали задачи не только в Средиземном море, Черном море, но и на театрах плавания Индийского океана, на театре плавания Балтийского флота. Принимали участие в 2009 году в учениях «Запад-2009» три корабля Черноморского флота, туда уходили. Участвовали в спасении, в поисках, в последующем спасении корабля «Арктик-Си» в 2009-10 годах. Принимали участие в стратегическом командном учении «Кавказ-2012». В этом году планируются такие же масштабные мероприятия. Если они состоятся, то корабли-бригады однозначно у них примут участие. С 2002 года ежегодно проходит активация Черноморской военно-морской группы оперативного взаимодействия при черноморских государств – Болгарии, Грузии, России, Румынии, Турции и Украины. Российские ВМФ в период активации «Блэк-Си-Фор» представляют корабли Черноморского флота, которые также постоянно участвуют в различных международных учениях и маневрах «Ионокс», «Активные усилия», «Черноморская гармония», «Форматор мира» и многие другие. Все, абсолютно все задачи, которые ставились Верховным Главнокомандующим, командованием вооруженных сил, Главнокомандующим военно-морским флотом, все на 100% выполнены с высоким качеством и без сбоев. В этом, конечно, немалая заслуга непосредственно командиров кораблей. В начале 2008 года корабли дивизии участвовали в учениях совместно с корабельно-ударной группой Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», которые проходили в северо-восточной части Атлантического океана. Москва выполнила весь план боевых стрельб всеми видами оружия. По мнению специалистов, самым важным из них стало нанесение ракетного удара главным комплексом. Сегодня ни одни учения флота не обходятся без участия морских пехотинцев. Черные береты более 80 раз вместе с экипажами кораблей несли боевую службу в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах, Средиземном море. Черноморцы неоднократно принимали участие в парадах на Красной площади 9 мая. Каждый раз морские пехотинцы показывают высокий уровень выучки в ходе полевых выходов на десантном полигоне Апук и во время сбор походов разнородных сил флота. Служба в морской пехоте трудна. Она требует постоянного напряжения сил и физических, и моральных. Однако люди, единожды выбравшие эту непростую военную профессию, остаются верны ей навсегда. Морскую пехоту называют элитой флота. Черные береты – универсальные солдаты, которые в совершенстве владеют боевой наукой пехоты, моряков и воздушных десантников. Задача ставится командованием флота на совместные действия с кораблями. Либо это действия в составе подразделений антитеррористической деятельности, либо выполнения специальных задач. И подразделениями от отделения до роты выполняют задачи как в ближней, так и в дальней зоне. Черноморский флот принимал непосредственное участие в операции по принуждению Грузии к миру. Моряки соединения надводных кораблей были награждены за это верховным главнокомандующим, президентом России. По возвращении в родную базу экипажи кораблей приветствовали тысячи жителей и гостей Севастополя. Люди стояли по обе стороны Севастопольской бухты с андреевскими и российскими флагами. Все корабли приняли участие в этих боевых действиях. После этого интенсивность боевой подготовки, решения задач в районе грузино-абхазского конфликта, в частности в Абхазии, резко возросла, потому что с 2008 года мы там на постоянной основе несем боевое дежурство. Двумя кораблями, чередуясь с кораблями новороссийской базы практически месяц через месяц, иногда эта интенсивность возрастает в зависимости от сложившейся там обстановки. Кача известна как колыбель не только русской, но и мировой авиации. Сто лет назад сюда была переведена первая в истории России офицерская летная школа. В советское время на ее базе было создано Качинское высшее военное авиационное училище. Здесь проходили испытания, освоение всех видов винтовой и крылатой техники и, соответственно, подготовка летных кадров для ВВС страны. В этом году гарнизон отметил столетие со дня основания. Сегодня в Каче расположен аэродром морской авиации Черноморского флота, на котором базируются противолодочные и поисково-спасательные силы транспортной авиации. Ни одни учения флота, в том числе и международные, не обходятся без участия самолетов и вертолетов гарнизона. В последние годы интенсивность боевой подготовки морской авиации Черноморского флота в целом значительно увеличилась. Летные смены выполняются регулярно с интенсивностью 3-4 летных смены в каждом гарнизоне для каждого авиационного подразделения отдельно. Без морской авиации не проходят ни одни зачетные тактические, подготовительные тактические учения группировок сил флота, крупных соединений надводных кораблей Черноморского флота. А также мы обеспечиваем действие противовоздушной составляющей Черноморского флота и обеспечиваем действие наших друзей морскую пехоту Черноморского флота. Высокое профессиональное мастерство продемонстрировали моряки-черноморцы в ходе широкомасштабных учений «Кавказ-2009». Маневры проходили на полигонах Северокавказского военного округа, Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, в республиках Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия, Карачаева, Черкесия, а также в Чеченской республике. В учениях были задействованы около 9 тысяч военнослужащих, 200 танков, 450 бронированных боевых машин, до 250 артиллерийских орудий различного калибра, а также другая боевая и специальная техника. В маневрах приняли участие соединения и воинские части Северокавказского военного округа во взаимодействии с армией ВВС и ПВО, а также Черноморским флотом Каспийской флотилии, воздушно-десантными войсками и региональными структурами ФСБ, внутренних войск МВД и МЧС России. В этом же году отряд боевых кораблей Черноморского флота, пройдя более 4,5 тысяч миль через Атлантику, принял участие в оперативно-стратегических учениях «Запад-2009». На этих учениях морская пехота черноморцев стала лучшей среди других флотов. Спустя год снова крупные маневры. Флагман Черноморского флота, ракетный крейсер «Москва», принял участие в двухсторонних военно-морских учениях с индийскими ВМС и оперативно-стратегических учениях «Восток-2010», в ходе которых провел ракетный удар по морской цели главным ударным комплексом. Гвардейцы достойно представили Отечественный флот в период заходов и визитов в целый ряд стран Индийско-Тихоокеанского региона. Отряд кораблей Черноморского флота в составе подводной лодки «Алроса», спасательного судна и «Прон», спасательного буксира «Шахтерки» и «Электро-Килл-158» принял участие в международных учениях «Болк-Монарх-2011». В маневрах у берегов Испании были задействованы аварийно-спасательные силы 20 государств. Подводя итоги «Болк-Монарх», иностранные военные эксперты неоднократно подчеркивали, что в числе прочих кораблей, представлявших российскую сторону, особенно отличился экипаж подводной лодки «Алроса», продемонстрировав своим коллегам по Североатлантическому альянсу мастерство школы черноморских подводников. Морики-черноморцы успешно сдали главный экзамен года в ходе стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2012». По заявлению Министерства обороны России, эти маневры стали более масштабными и приближенными к реальной военно-политической ситуации в регионе, чем все учения в прошлых лет. Только от Черноморского флота в учениях приняли участие около 20 кораблей-катеров, авиация и береговые войска, а также вспомогательные и спасательные суда. С 28 по 31 марта 2013 года личный состав Черноморского флота участвовал в ширкомасштабной проверке боевой готовности и боеспособности войск юга страны, которая проводилась по указанию президента Российской Федерации Верховного главнокомандующего вооруженными силами Владимира Путина. Комплекс мероприятий был организован руководством Генерального штаба с целью оценки готовности войск и сил выполнять задачи по предназначению. В проверке подверглись органы управления окружного армейского и бригадного звеньев. В практических действиях приняли участие около 7 тысяч военнослужащих, мотострелковых, парашютно-десантных и десантно-штурмовых частей, а также частей разведки, связи, материально-технического обеспечения, экипажи боевых, вертолетно-транспортных самолетов и вертолетов, боевых кораблей и судов обеспечения. Черноморский флот по итогам внезапной проверки получил положительную оценку. «Эта внезапность, это же было среди ночи, причем командующий флотом находился он в российский, начальник штаба здесь, часть кораблей и судов тоже решала на задачи плановой боевой учебы и способность действовать в любую минуту по внезапной вводной, формировать те группировки под конкретной целью задачи, к которым мы не готовились. Это в полной мере определяет способность решать те задачи, для которых флот существует». Сегодня Россия отмечает знаменательную дату – 230-летие ее самого Южного флота. В последние годы черноморцам приходилось решать задачи в сложных условиях особого статуса флота. Определенную специфику в службу моряков привнесли обстоятельства дислокации на территории, находящейся под юрисдикцией другого государства. Менялись структуры, соединения частей, сокращались кадры и корабли, однако люди, которые в разное время проходили службу на самом Южном флоте России, остались верны традициям и заветам ветеранов. «Я бы хотел отметить короткие итоги прошедшего года. Мы выполнили 39 деловых заходов, визитов, 17 боевых служб. Практически постоянные корабли черноморского флота присутствовали в Средиземном море, решая те задачи, которые перед нами ставило высшее командование. Мы провели более, выполнили более 300 боевых упражнений, выполнили более 30 зенитных и стрельб крылатыми ракетами. Очень серьезная и напряженная работа. Мы ни в коей мере в этом году не будем этот темп снижать». Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки на Черноморский флот заявил на борту ракетного крейсера «Москва», что военно-морской флот России способен выполнять задачи в любых районах Мирового океана, важных для национальных интересов России. Таким районом в настоящее время является Средиземное море. Сомнений нет. Флот снова будет там, как это было всегда, и 230 лет его истории тому доказательства. Принято министром обороны решение по возрождению постоянного присутствия в Средиземном море. В полном объеме это нельзя говорить о возрождении Средиземноморской 5-й оперативной эскадры, потому что другая обстановка в мире, другие государства, но постоянное присутствие в этом регионе России это необходимый фактор стабильности в нашем Черноморском и Средиземноморском регионе. Черноморский флот готов и впредь по первому приказу приступить к выполнению поставленных задач о демонстрации Андреевского флага и до участия в ядерном сдерживании, сохраняя мир на юге России, веря в будущее своей страны, которая во все времена была великой морской державой.